Всем привет! Евген на проводе. Я к вам снова вернулся. Вы же рады этому? Напишите. Как у вас дела? Что вы? Какие планы на выходные? У меня грандиозные. Сразу могу сказать, такой небольшой спойлер. В болталке более подробно обо всем расскажу. У меня, как всегда, для вас новый выпуск, который смотрим от начала до конца. Будет много интересного, поэтому ничего не пропустите. Я вам всем желаю прекрасных выходных и, конечно же, хорошего самочувствия. Приятного просмотра. Врываемся в новости. Погнали! А начну я сегодня с Аллы Пугачевой. Дело в том, что они тут с Сой. И отца Леонида Агутина, Николая Агутина, поймала журналистка где-то на каком-то мероприятии и задала им такой вопрос. Алла Пугачева, это легенда? Как вы к ней относитесь и что думаете? И здесь очень интересно будет послушать, как они высказались. Интересно же или как? Ну, конечно. Включу вам сейчас прямую речь. Анита Цой, Николай Агутина, вы все сами услышите. Спойлер. Легенды бывают разные, правильные и неправильные. Но тут все та же тема, связанная с патриотизмом. В общем, слушаем Аниту Цой, Агутина, что они думают по поводу Аллы Пугачевой. И, конечно, комментируем. Алла Пугачева, это легенда? Алла Пугачева легенда. Конечно. Она легенда, это сто процентов. А как вы относитесь к последним ее поступкам? Легенды могут быть положительными персонажами во всем, например, патриотически настроенными, петь правильные песни и так далее. А могут легенды быть совершенно другими, иными, непохожими ни на кого, их поведение часто ругают. Можно чего угодно говорить с потолка, лить нечистую воду, чего угодно. Но она же талантливая. Легенда, это когда люди готовы идти, вспоминать, слушать, любить, даже когда человека нет. Ну а теперь поговорим про Евровидение. Я не собирался особо так детально это все обзирать, скажем так, делать обзоры. Для этого есть много других блогеров. Но не могу пройти мимо, потому что столько всего там произошло. Конечно, нужно это все обсудить. Я посмотрел, во-первых, второй полуфинал. Мне он лично показался намного слабее первого. Но это чисто мое ощущение, вы можете со мной не соглашаться. Как у вас, вы мне расскажите. Во-первых, хочу отметить для себя во втором полуфинале Армению и Бельгии. Это две страны, которые мне очень понравились. Их номера, песни. Я прям вот очень доволен был. Но Бельгия, к сожалению, не попала. Но об этом чуть позже. Что еще хочу сказать? Тут скорее вопрос, откуда... У меня, знаете, такой риторический вопрос. Откуда эти шоу-балеты у многих берут? Я не знаю, с какой-то одной фабрики, что ли. И даже не комментируйте костюмы странные, которые у них у многих там были. Не у всех, но у многих. А эти танцы. Что это было вообще? Я не знаю. Ладно. Почти у всех какой-то кринж получился. Причем такой, знаете, плохой кринж. Есть хороший, гармоничный, а вот есть плохой. Вот, например, парень из Швейцарии вроде норм пел, да? Но его наряд. Но он меня все время отвлекал. Я не понимаю, зачем он был. Зачем они так все одеваются? И кто вообще их одевает? Вот если взять, например, финнов из первого полуфинала, там тоже кринж. Но это такой, знаете, хороший. Было видно, что они прикалываются. А вот швейцарцы, если честно, и многих других я не понял. Теперь о новых правилах. Как вы знаете, что пятерка стран основателей конкурса всегда выступала только в финале. В этом году нововведение было, и они выступали в полуфиналах. То есть, получается, пять стран основателей и страна победитель. То есть, всего в сумме шесть. По три человека в двух полуфиналах. Я, если честно, не понял, для чего это было сделано. Потому что я подумал, что, наверное, они тоже будут принимать участие в голосовании. Но нет, они просто выступили и сразу прошли финал. Ладно, неважно. Так, от Грузии, кстати, выступала Нуса Бузаладзе. Многие, возможно, ее знают. Я не сразу понял, что это она. Это очень шикарная вокалистка с невероятным голосом. Но песня, как по мне, вообще для нее была не очень хорошая, не очень удачная. Но она прошла в финал. Об этом чуть позже. Как по мне, она могла бы что-то получше спеть. Хорошая вокалистка, поэтому мне даже немного обидно за нее. А еще хочу отметить Нидерланды. Тоже приколист такой парень. Но веселый, да. Кстати, в первом полуфинале прикольные были финны. А вот во втором нидерландцы. Лично для меня. После того, как выступили все участники во втором полуфинале, выступали, как я понял, победители прошлых лет. Я, кстати, удивился увидеть победительницу Турции, Сиртап РНР, которая победила в 2003 году. Если вы не в курсе, Турция уже давным-давно не принимает участие в конкурсе, как и многие другие страны. Но в общем, сегодня, как вы знаете, уже будет финал. Я все-таки думаю, что победит Хорватия, по моему личному мнению. Я так понимаю, что все-таки они будут первыми. У них это, на мой взгляд, все сложилось. И песни, и костюмы, и сам исполнитель. Вот все как-то выделяется на фоне остальных. И для меня лично, конечно, они лучше. Я, со своей стороны, естественно, желаю победы Украины. Но вот почему-то думаю, что Хорватия все-таки победит. Уже скоро мы узнаем, что вы думаете, ваши прогнозы какие. Еще, кстати, хотел отметить ведущую Пайтрум. Она очень классная. Уже не первый раз ведет конкурс. Мне она прям нравится, как она ведет, шутит, поет. Все это легко на уровне. Давайте теперь я вам расскажу, кто же прошел после второго полуфинала. Финал это Латвия, Австрия, Нидерланды, Норвегия, Израиль, Греция, Эстония, Швейцария, Грузия, Армения. Я был удивлен, что Бельгия не попала. Но я понимаю, почему. Скорее всего, потому что он плохо спел. Действительно, он не очень хорошо владел как-то голосом, дрожал, может быть, переволновался. Теперь мы перейдем к самому главному. То, что даже не про конкурс, а про ситуацию Израиль-Палестина. Как вы знаете, там представительница Израиля обещали про палестинские какие-то там митинги. И такие они случились. В общем, все это, естественно, переросло с полицией и так далее. Это все ужасно, к сожалению, да, что песен и конкурс не политики превращаются вот в это все безумие. Представительница Израиля, кстати, выступила. Очень даже хорошо и достойно. Показали видео, где на репетиции ее свистал зал. Я смотрел эти видео, действительно, там какая-то группа людей кричала. И это все безумие какое-то. Мне это все не нравится. Я против, понимаете, эта политика, она уже везде. Я знаю, что сейчас многие напишут конкурс Евровидения. Он всегда был политичным. Отчасти, да, потому что соседские страны всегда отдавали голоса своим соседям. Да, это я понимаю. Но чтобы до такой степени все это доходило, это просто ужас. Я сочувствую искренне представительнице Израиля, потому что я представляю, как ей очень сложно. Хотя многие люди ее пришли поддержать. С флагом Израиля там было достаточно много людей. Но вот этот пропалестинский митинг, это, конечно, безумие, которое перерос в столкновение с полицейскими. И это очень-очень сильно огорчает. В общем, дальше. Что еще хочу сказать по поводу, опять-таки, представительницы Израиля. Там произошла такая история с одним представителем от Финляндии в прошлом году. Значит, бывший финский участник Евровидения Джере Паюхонен, он же Киярия. Он недавно снимал видео с израильской участницей Эден Голан. И теперь он пытается убрать этот клип после того, как это все уже распространилось в интернете. Помните, он в прошлом году выступал, он занял второе место в Финляндии с песней «Ча-Ча-Ча». Я, кстати, за него тогда болел. И вот, значит, они там с этой девушкой вместе встретились. Все это веселое видео записали, а потом это все разлетелось в интернете. Он начал пытаться все это удалить, он не хочет, категорически хочет откреститься от нее. И это тоже какое-то безумие. Я не понимаю, до чего это все доходит. Это все неприятно, это все неправильно, так не должно быть. Это дружественный конкурс, на котором, наоборот, все объединяться должно. И в итоге это все превратилось опять в какое-то ужасное месиво. Мне это не нравится. Значит, он после того, как видео распространилось в Инстаграме, написал, что ему случайно удалось встретиться сегодня с представительницей Израиля на Евровидение. Они сняли видео, и потом, говорит, я хотел бы уточнить и подчеркнуть, что видео не является политическим заявлением или каким-либо одобрением. И вообще он, сообщу, что хочет удалить это видео, чтобы никто его никак не относил к представительнице Израиля. Сейчас, после того, как он это все высказал, его начинают хейтить. Если честно, я не буду его хейтить, но я не понимаю его позиции. Что ты такого сделал? Ты просто с представительницей от Израиля станцевал. Что происходит, ребят? Мы смотрели все эти безумные фильмы, про которые я говорил, да, тот же Пианист, Список Шиндлера и так далее. Мы все с вами прекрасно знаем, что происходило. Зачем опять это все сейчас происходит? 21 век. Опять идет вот это вот все. Открещивание от Израиля, от евреев. Антисемитизм по полной программе вышел на какой-то новый уровень. Это безумие. Я против этого всего. Когда мне говорят, я понимаю, что ты поддерживаешь Израиль, мне такое часто пишут. Ребята, я поддерживаю адекватность. Я поддерживаю мир. Я просто хочу и призываю всегда всех к миру. Понимаете? Я не хочу, чтобы нигде гибли люди. Нигде. Я за адекватность. Я за мир. Потому что я всегда говорю, что в нашем прекрасном мире хватит места для всех. Но, к сожалению, это все вышло за грань адекватности. То, что сейчас происходит на Евровидении и, так скажем, за кадром, вот эти митинги, столкновения с полицией, когда приходят на конкурс, начинают кричать, свистать эту бедную девушку. В чем она виновата вообще? Объясните мне, пожалуйста. Это мне все не нравится. В общем, ребят, парня из Финляндии сейчас тоже начинает жестко хейтить. За то, что он, так скажем, открестился, перебулся. И это все, мягко говоря, не очень нравится. В общем, вот такие вот у нас скандалы, ужасы происходят, казалось бы, на мирном конкурсе музыки, который превратился в какое-то безумие. Ну и, кстати, в финале Украина будет выступать под номером 2. И как вот сделали такие сводки, наблюдения, за последних 15 лет все, кто выступал под номером 2, все участники в финале, никто из них не проходил даже в десятку. И теперь вот якобы пророчат Украине не то, чтобы там топ-5, топ-4, топ-3, а даже в десятку якобы не попадет. Я в это не верю. Я все-таки уверен, что Украина попадет точно в топ-5, а может быть даже в топ-3. Но сейчас, после всех этих событий, которые происходят, на фоне этого скандала с представительницей Израиля, она была, по-моему, где-то шестая-седьмая по версии букмекеров. После всех этих событий она сейчас занимает второе место, и, возможно, даже она и победит. Ну, я вот все-таки думаю, насчет победы нет, но второе место, мне кажется, представительница Израиля займет. Украину сейчас поставили на четвертое или на пятое место. Ну, посмотрим. Сегодня будет финал, возможно, я даже проведу стрим, и мы с вами будем в прямом эфире, кто будет смотреть, обсуждать, делиться мнениями, ну и, собственно, комментировать, что там будет происходить. Самое главное, чтобы не давить Господь, ничего плохого не случилось. Еще раз говорю, ребята, я за мир, я против антисемитизма, я против любых ущемлений, права, свобод любого человека, любой нации. Я не собираюсь здесь, ну, как бы, занимать какую-то сторону. Я просто адекватный человек и понимаю, что это так не должно быть. Мне искренне жаль представительницу Израиля. Я считаю, что это неадекват полнейший, то, что там сейчас происходит. И я ей желаю терпения, сил и мужества достойно выступить, и, конечно, чтобы все было хорошо, и ни в коем случае она не пострадала. И всех призываю оставаться людьми, ребят. Оставайтесь, пожалуйста, людьми. Давайте уважать, ценить, любить друг друга. Давайте относиться так, как бы мы хотели, чтобы к нам относились. И тогда мир станет лучше, поверьте мне. Возможно, меня сейчас тоже будут за что-то хейтить. Сейчас уже такое время, что что ни скажи, все не так. Каждый пытается трактовать твои фразы, вырывать слова и переворачивать все так, как нужно им. Еще раз говорю, я за мир, я за адекватность. Если вы меня поддерживаете, пожалуйста. Если вы считаете иначе, вы можете высказать свое мнение. Но я свое мнение никогда не изменю. Хочу вас послушать, а мы двигаемся дальше. В США мужчину приговорили к 30 годам. Заключение за попытку преднамеренно заразить ВИЧ десятки людей. На прошлой неделе Александр Луи из Айдаха, ему 34 года, был приговорен к 30 годам тюремного срока за то, что он хотел специально всех заразить этим вирусом. До 50 разных мужчин, включая 16-летнего подростка, Луи признался, что занимался всеми вот этими делами проникновенными без поняли чего, не сообщая о своем статусе, положительном ВИЧ-статусе, в надежде передать им вирус. Расследование в отношении Луи началось в августе 23 года, когда детектив под прикрытием переписывался с ним в соцсетях. Выдавая себя за 15-летнего мальчика, Луи отправил обнаженной фотографии подростку и договорился о личной встрече, где его и арестовали в сентябре 23 года. В ходе расследования выяснилось, что он не принимал лекарства и намеренно вступал в половые акты, чтобы заразить своих партнеров. Судья Терек О'Нилл назвал поведение Луи ужасным и приговорил его к 30 годам тюрьмы с возможностью условно-досрочного освобождения через 16 лет. Прокурор Ада Ян Беннеттс поблагодарил исследователей за их работа, которая позволила привлечь его к ответственности и защитить общество от его опасных действий. И это, конечно, все ужасное безумие. Я не могу понять, зачем он это делал. Я даже вот пытался как-то, но не могу. Но, скорее всего, возможно, я так вот, знаете, чисто с психологической точки зрения могу объяснить это тем, хотя не оправдать, а только понять, да, зачем он это делал, что, возможно, его кто-то также заразил, не предупредил, и у него, возможно, какая-то злоба, агрессия, и таким образом он решил, ну, раз у меня, так вот, пусть и у вас будет. Это плохая очень черта характера у многих людей. Нет, ребята, так не должно быть. Если вдруг что-то происходит в вашей жизни, к огромному сожалению, так случилась какая-то беда, мне искренне жаль каждого человека, но это не говорит о том, что теперь все вокруг должны страдать. Услышьте, пожалуйста, поймите. Потому что я эти настроения считываю и наблюдаю у очень многих людей. Вот у меня плохо, и у тебя должно быть плохо. Это и здесь тоже я вижу. По разным другим вопросам. В общем, ребят, так не должно быть. Поэтому обязательно оставайтесь людьми. Актриса и певица Бет Мидлер недавно стала гостьей подкаста Дэвида Духовной. Она призналась, что жалеет об одном из своих прошлых упущений, а именно о том, что в 2000 году она не подала в суд на тогда еще 13-летнюю Линси Лохан. В то время состоялась премьера авторского, частично даже биографического ситкома Мидлер под названием Бетти. Она назвала этот проект в целом неудачным по нескольким причинам. И одной из этих причин она считает поступок Линси Лохан. Все дело в том, что Лохан сыграла дочь главной героини в пилотном эпизоде, а потом по какой-то причине отказалась от дальнейших съемок. И вот что она говорит. После пилота Линси решила, что больше не будет сниматься. Может, у нее были другие проекты, но у меня. Так она просто ушла, а я думаю, ну и что мне теперь делать? Я не понимала, как обстоят дела, и не понимала, как работает иерархия. И никто не удосужился мне сказать. Меня вышвырнули на обочину, и я не знала, что мне с этим делать. Я не знала, что могу взять на себя ответственность настоять. Я очень боялась, что меня назовут скандалисткой. В начале мая Линси опубликовала в соцсетях совместное фото с Мидлер, сделанное как раз во время съемок Бетти, и написала, как счастлива была с ней поработать. Бет тогда не отреагировала на ее пост. Вот так, ребята. Теперь вернемся немного к Мэтт Галла. Почему для Мэтт Галла в этом году выбрали именно тему «Сад времени» и что это означает? Тема Мэтт Галла 2024 многих удивила, еще когда ВОК впервые заявил о выбранном в этом году дресс-коде. Позже уже стало известно, что тема вдохновлена рассказом Джеймса Балларда «Сад времени», который впервые был опубликован в журналисте «Магазин» в 1962 году. По мнению журналистов, выбранная эта тема была не случайной. На самом деле, в этом заложен очень даже глубокий смысл. Рассказ «Сад времени» описывает последние дни графа Акселя и его жены, которые живут на вилле Палладио, окруженной садами. Они проводят дни и уединения. Граф занимается редкими рукописями. Графиня играет на клавесине Баха и Моцарта. Но однажды их мирному существованию приходит конец. На горизонте появляется огромная армия. Как граф узнает позже, это огромная толпа людей, мужчин и женщин, перемежающихся несколькими солдатами. Чтобы отсрочить их приближение, граф срывает цветки самого изысканного растения в саду, цветов времени. Когда последний цветок оказывается сорван, толпа прорывается в сад. И в конце рассказа «Вилла лежит в руинах». И все, что осталось от графа и графини, это пара статуй, которые смотрят на сад из-за тернового куста. Многие считают, что выбор темы «Сад времени» для Мэтгала в этом году это уместное, но ироничное решение. Гости Бала, на который нельзя попасть, как вы знаете, без приглашения, представляют собой некую аристократию, живущую во времена повсеместного распространенного социального гнева по отношению к литам. Отсылка к этому рассказу предполагает, что гости и хозяева Бала могут быть обречены. Интересно, что хотя автор рассказа явно симпатизирует графу и графине, он намекает, что их прекрасное существование может быть пустым. Например, когда граф Аксель обнимает жену за талию, он понимает, не обнимал ее уже несколько лет. Как сам автор рассказывал, в интервью в 75-м году он не скучает по старому укладу и образу жизни. В общем, прошедший накануне, как вы знаете, Мэтгала вызвал много дискуссий, многие обсуждали образы, названия, в общем, образы, которые выбрали на мероприятие звезд. В большинстве случаев, как вы знаете, стилисты так или иначе обыграли тему цветов. Многие появились в серебристых или усыпанных кристаллами на рядах. Многие обсуждали, конечно, талию, Ким Кардасян, мы уже об этом говорили, ну и так далее. Вот именно почему в этом году была такая тема. Хотя мне в прошлом году больше понравилась тема, которая была связана с Карлом Лагерфельдом. Так, ребята, хочу немного поговорить про Веронику Степанову, про всемогущую психологиню и очень неприятнейшую хамскую женщину. Особь, я бы даже так сказал, потому что, знаете, то, что она несет, вот это вот, знаете, такая черноротая, по-другому и не назовешь. Мы прекрасно с вами знаем, что Вероника Степанова, она постоянно там много грязи льет на разных медийных людей, в основном из шоу-бизнеса. Ну и как бы понятно, кого-то она бесплатно с удовольствием поливает грязью своим ртом, да, кого-то за деньги, все это ясно и понятно. Кому непонятно, ну это ваши личные дела и проблемы. Знаете, когда она, например, там начинает ту же Собчак, на нее нападает, там ясно и понятно, это она делает абсолютно бесплатно. Там на Галкина, Пугачева, Чулпан, Хаматова и так далее. Это понятное дело, по какой причине. Ну ладно, сейчас не об этом. То, что она делает, про звезд она всегда так говорила, неприятно. И как бы я не могу сказать, что это адекватно, потому что для меня до сих пор удивление вызывают люди, которые восхищаются этим человеком. Я не знаю, кем она себя мнит, но недавно я наткнулся, где она, извините, своим ртом просто полоскает грязными словами Татьяну Черниговскую. Я думаю, что многие точно знают, кто это. Профессор, ученая. Я смотрел несколько ее лекций. Очень интересно, познавательно. Она ее называет какой-то старой бабкой на лавке, тупой, которая одно и то же несет. Ничего нового, ничего интересного, по факту она ни о чем. В общем, такими там ужасными словами она ее называет. Я думаю, что дальше? То есть вы понимаете, насколько человек поверил в себя, насколько у нее уже крыша отъехала, что она уже даже перешла на Татьяну Черниговскую. Кто дальше будет? Мне страшно просто подумать. То есть Вероника Степанова считает, что Татьяна Черниговская тупая, старая бабка на лавке, которая просто какую-то пору несет. А она несет свет, видимо, в массы. Это просто безумие. Ну вот, например, Артемия Лебедева, она, кстати, назвала классическим анальником. Ну тут я промолчу, как по мне, что Артемий Лебедев, что Вероника Степанова друг друга стоят. Ну такое, хочу вас послушать, как вы к этому относитесь. Поддерживаете вы Веронику Степанову? Смотрите ли вы ее эфиры? Ну давайте, напишите мне. Для меня это не дно, это бездна. Причем давным-давно. Такая, знаете, невесомость в бездне, которой нет, видимо, никакой грани абсолютно. Новый фильм по «Властелину колец» выйдет в 2026 году. Фильм получит название «Охота за голумом». Сценарии двух новых фильмов по вселенной «Властелина колец» находятся на ранней стадии разработки. Премьера первой части запланирована на 26-й год. Так что, ребята, все поклонники «Властелина колец». Ждать осталось недолго. Время летит быстро, так что 26-й год уже совсем скоро. Оксимирона объявили в розыск. Его карточка появилась в базе МВД. И вот по какой причине основанием для возбуждения уголовного дела против иноагента Оксимирона стало нарушение правил деятельности иностранного агента. В прошлом году он уже был оштрафован на 80 тысяч из-за нарушения этого закона. И теперь его объявили в розыск. Но, как вы понимаете, его нет в России. Туда он возвращаться не будет. Но все эти штрафы, они будут и дальше происходить. Анна Семенович решилась тоже на этот препарат для того, чтобы похудеть. Аземпик, аземпик, да. В общем, вы поняли, о чем идет речь. Говорит, что все прекрасно, все замечательно. Никаких побочек, никаких там моментов не бывает. Единственный недостаток – это то, что она худеет и все прекрасно. Во-первых, я удивлен, что Анна Семенович все еще одна из последних начинают им пользоваться, потому что она все время там пытается худеть. А во-вторых, я читал ваши снова комментарии. Во-первых, говорят, что многим очень тошнит. Причем постоянно. Это такой побочный эффект. Но это пишут люди, которые действительно принимают этот препарат, потому что им прописал врач. У людей есть определенный диагноз. Это выписывает его в основном для людей, которых есть сахарный диабет. Напомню, да. Это не препарат для похудения. Но, опять же, не мне вам рассказывать, указывать. Тем более, не собираюсь, что и как кому делать. Я уже смотрел много разных моментов и передач по поводу зэмпика этого препарата. Ребята, у всего есть побочные эффекты. Они могут не сразу быть, они могут потом случиться. Не дай бог, я ничего никому ни в коем случае не желаю. Я вас просто призываю к тому, чтобы вы все делали с умом и под наблюдением врачей. Даже если вы хотите применять данный препарат в качестве, чтобы скинуть вес, как-то избавиться. Я понимаю, что это чудо чудесное. Кто-то скажет, сделал уколчик, не ешь и все прекрасно. Вот видите, сначала тошните, а потом уж что-то еще по выпразите. Не доведи господь. Никому ничего не желаю, но, ребята, имейте в виду, что лучше это все делать под наблюдением врачей. А лучше спорт, правильное питание, здоровый сон и поменьше стресса. Илон Маск рассказал, сколько часов в неделю нужно работать, чтобы прийти к заветным миллиардам. Первый. Нужно работать не по 40 часов в неделю, а по 120. Понятно? Также он поделился личным распорядком дня. Ложиться спать в три ночи, вставать в 9 утра. Завтракать пончиком, но в умеренных количествах. Говорит, что это улучшает работу мозга. Параллельно скроллить телефон на случай, какой это может произойти иногда, работать по ночам. Так что вот так, ребят, 120 часов в неделю. И вы можете прийти к успеху, которому в свое время пришел Илон Маск. Так, ребят, я тут сильно увлекся новостями, что даже забыл вам напомнить о том, чтобы вы поставили лайк. Поэтому, пожалуйста, обязательно прямо сейчас поставьте лайк сердечиков по дубайку этому видео. И, конечно, не забудьте подписаться на мой канал. Оставляйте комментарии. Чем больше, тем лучше. Но самое главное, не забывайте не меньше семи слов. Большое спасибо всем. Возвращаемся к новостям. Съемки продолжения Бриджит Джонс начались. Ренезил Вегер была уже замечена в Лондоне на съемках. И это прекрасно. Я смотрел предыдущие части. Мне очень нравится. И сама актриса. И этот фильм. Поэтому с удовольствием жду продолжения. Интересно, что это будет. А вы ждете или нет? Если, кстати, не смотрели Бриджит Джонс, посмотрите. Классный фильм. Такой, знаете, легкий и ненапряженный. Хейли Бибер все-таки беременная. Мы уже об этом говорили. И вот в своем инстаграме она опубликовала вот эти трогательные фото со своим мужем, Джастином Бибером. Собственно, где она подтвердила, что она в положении. Это красота. Это чудесно. И это великолепно. Я очень рад. Знаете, хочется очень часто делиться именно такими новостями. У Крис Дженнера обнаружили опухоль. В недавнем промо-ролике нового сезона реалити-шоу The Kardashians она призналась своим детям, что сходила к врачу на обследование, в результате которого они нашли кисту и небольшую опухоль. Дочки, конечно, расплакались. Ну а больше никаких подробностей пока что неизвестно. Что там, как там и что вообще происходит. В любом случае, я желаю ей, конечно же, чтобы все было хорошо. Я надеюсь, что она со всем справится. Возможно, не настолько все серьезно, как это все преподносится. Надеюсь. Парень нашел способ съехать от своих родителей. Знаете, какой он просто поселился в их гараже. Ему 19 лет. Он британец Джордж Джонс. Не мог он себе купить собственное жилье и превратил гараж в дом мечты. На ремонт он потратил и мебель где-то 15 тысяч фунтов стерлингов. Причем почти все работы делал сам. Теперь у него есть свои гостиные, спальни и санузел. А где паркуются родители остается загадкой. Но, слушайте, неплохо получилось. Отлично, я бы даже сказал. Это что за гараж такой, что он превратил его в дом? Супер. Ну и немного кринжа от Ксении Собчака. Как без этого? Как вы знаете, она совсем недавно получила новый сертификат историка моды, дизайнера, специалиста по красоте и стилю. Она уже высказывалась по поводу Блейк Лайвли, который, собственно, два года последних и не было на Мэтт Галла. Где она ее там увидела? Не знаю, Ксения Анатольевна, что вы курите, как говорится. Где вы видели Блейк Лайвли? Ну ладно, сейчас не об этом. Тут она недавно прошлась по Нюше. Когда она узнала о ее разводе, она тоже определила, собственно, она свою дала оценку по поводу стиля и внешнего вида Нюши. Цитирую. Нюша наняла стилиста, стерла все стрёмные фотки из Инстаграма и хочет перевоплотиться в гуру моды. Вслед за Идой Галич. Нет, Ксения, уж вас-то никто не переплюнет. Вы у нас теперь заняли нишу Александра Васильева. Да, кстати, ребят, так получилось на этой неделе, что я говорил про Александра Цикала, а показали видео вам Александра Васильева. Ну бывает, не все вальты в колоде, я плохо сплю. Как говорится, не те таблетки принял. Тот Александр, тот Александр. Путаемся, путаемся, бывает такое. Так что, зато я посмеялся. Надеюсь, Иван тоже настроение поднял. Основные новости на сегодня все. У нас будет рубрика добра, потом поболтаем, не расходитесь. А перед тем, как перейдем мы к рубрике добра, я, конечно же, хочу, во-первых, сообщить прекрасную новость. У нас пополнение снова спонсоров. Казалось, я уже всех назвал. Но нет, у нас добавились еще несколько человек, парочка человек. Совсем недавно оформили спонсорскую подписку. Я вам хочу сказать спасибо. Лариса Назарова. Второй уровень. Суперзвезда. Восторг. Браво. Дякую. Седа Асланян. Седа Асланян или Седа Асланян. Прошу прощения. Тоже спасибо за оформление спонсорской подписки. Если я вдруг чью-то фамилию или имя неправильно произнес, прошу прощения. Я ни в коем случае не хотел никак исковеркать. Я просто как чувствую, так читаю. А потом учитывайте, что у меня дизлексия. Поэтому, да, у меня не все вольты в колоде. Мне это простительно, но я это делаю не специально. Мне уже несколько человек написали, что я исковеркал фамилии. Но они не обижаются. Это самое главное. Так что, вот так, у нас еще пополнение спонсоров. Я очень рад. К тому напоминаю, что любой желающий может также присоединиться. Не хватает буквально 25 человек до красивой цифры. Поэтому я вас приглашаю. Но только знайте, если у вас есть желание и возможность. Это вот два важных момента. Я понимаю, что не все могут себе это позволить. Поэтому все окей. А еще отдельно хочу сказать спасибо. Также людям, которые меня поддерживали на стримах. Присылали донаты. Ясногородская Людмила, Антонова Марина, Гребенюк Валерия, Пруцакова Валентина, Томила Острась, Носенко Владислава, Дерябина Александра, Полипенко Оксана, Левченко Виктория, Лерман Ирина, Хлячишина Светлана, Дровалова Татьяна, Гуза Татьяна, Воронина Нина, Гребниева Анна, Слободжан Алина, Драхан Оксана, Белинская Виктория, Карташова Наталья, Алиса Фролкина, Любина Анна. Я вам всем тоже благодарен за вашу поддержку. За то, что вы в это непростое время еще нашли возможность оказать и мне ее. Я вам всем просто вот свое сердечко посылаю. И пусть все ваше добро к вам возвращается, помноженное на миллиард. Всем вам дякую. Хорошими делами прославляться можно и нужно. И мне хочется говорить о хорошем, особенно сегодня, когда столько всего плохого. Ну а прямо сейчас врываемся в рубрику добра. Погнали. А начну я вот с такой удивительной парочки. Казалось бы, наверное, кто-то подумает, но это где-то в заповеднике или в зоопарке. Нет, ребят, просто люди себе едут домой поздно вечером. А тут ночной променад и видят, у нас тут необычная пара. Посмотрите, значит. Олень и кролик. Вместе вдвоем гуляют по городу, пока люди все спят. Вот так они и отправились вдвоем, собственно, и в лес потом. Чудесно. Вот природа нас не перестает удивлять. Вот такая вот дружба. Это дикие животные. Это не домашние. Они не живут ни в каком заповеднике. Нигде. Они просто вышли вот в черту города, но вдвоем. Вдвоем пришли, прогулялись. Ночной променад себе устроили и вернулись обратно. Классно? Классно. Вот такого красивого тигра. Недавно отправили в дикую природу. Еще один у нас прошел реабилитацию. Быстренько отправился туда, куда ему и место. В дикую, замечательную нашу природу. Все у него прекрасно, замечательно. Посмотрите, какой красавец. Здоровенький, счастливенький, упитанный. Это самое главное. Людям, как всегда, браво. А это история про собачку, которая, в отличие от своего хозяина, знает, что шторки иллюминатора во время взлета и посадки самолета всегда должны быть подняты. Умничка просто, понимаете? Хозяйка вот опускает, но это специально для видео. Он поднимает, потому что хвостику интересно, как это все происходит. Взлет, полет. Ой, класс. Да, наши животные, это вообще отдельно. А в этой истории у нас вот этот замечательный, запуганный пони. Да, это пони. Значит, неизвестно, что с ним было, как к нему относились предыдущие люди. Но судя по тому, что он боялся всех, сами понимаете, не очень. Люди, которые его спасли, забрали. Они пытались всяческими уговорами, способами как-то к нему найти контакт, но он никого не подпускал. Он просто боялся, боялся, боялся. Пока не появилась вот эта маленькая девочка, которую он подпустил к себе, доверился. И вот благодаря ей он обрел, наконец-то, спокойствие и понял, что здесь ему ничего не угрожает и все с ним будет хорошо. И вот такая у них связь, крепкая любовь с этой девочкой. Любовь творит чудеса, помните. Маленькие желтобрюхи тритончики передают всем нам с вами онлайн поцелуйчики. Почему только онлайн? Да потому что эти милые малыши очень на самом деле ядовитые. Однако они не нападают на людей, если их не провоцировать. Сами по себе они очень безобидные и очень любопытные. Человек даже может их подержать и погладить, если амфибия, конечно, сама разрешит это сделать. Главное, затем не тереть руками глаза и рот. Яркой особенностью желтобрюхих тритонов является их собственное желтое пузико. Им они предупреждают хищников о себе, если тронете, мало не покажется. Поэтому этим ребятам удается жить свою тритонию жизнь долго-долго-долго. Вот такие вот милашки, которые, я бы даже сказал, малыши, которые умеют постоять за себя. И мы с вами еще познакомились с удивительными созданиями нашей планеты. На этом рубрика Добра все. Будет болталка. Оставайтесь еще. Так, во-первых, впереди выходные. Я вам всем хочу пожелать, чтобы они прошли великолепно, здорово и чудесно. Да, это первый момент. Мирно, что немаловажно. Еще такое небольшое объявление для ребят, для всех моих любимых прекрасных подписчиков, для моей семьи, кому очень мало болталки. Смотрите мои стримы. Там уже не 5-10 минут я что-то рассказываю, а часами разговариваю. Так что welcome. Просмотры показывают и говорят мне о том, что не все их смотрят. Поэтому, ребят, кому мало болталки, special for you. Стримы. Welcome. Смотрим и наслаждаемся. Мне кажется, там уже можно наслушаться, так заслушаться. Так, еще раз, ребят, коротко по поводу спонсорства. Я просто получаю иногда комментарии такие, как будто люди пытаются оправдаться, что вот у меня там пенсия, у меня еще что-то, у меня нет денег. Ребят, я, когда говорю про спонсорскую подписку, я ни в коем случае не пытаюсь в этот момент как-то ущемить или обидеть тех, кто хочет, но не может. Я же всегда акцентирую внимание и говорю, только те, кто могут себе это позволить, у кого есть такая возможность и желание. Я все понимаю, мы все живем по-разному. Я все это улавливаю, поймите. Поэтому, то, что вы приходите, смотрите мои видео, то, что вы оставляете лайки, подобайки, подписаны на мой канал, и смотрите еще и с рекламой, это уже ваша поддержка для меня. А тем, кто может себе отдельно поддержать меня вот таким способом оформив спонсорскую подписку или там отправить донат, это просто отдельная благодарность, сердечко. Я понимаю, что это все очень сложно, особенно в нынешние времена, но я вынужден об этом говорить, потому что, если бы все было так прекрасно и замечательно, если бы я ходил бы в тяжелом люксе и, понимаете, ел бы в дорогих ресторанах или вообще, в принципе, в ресторанах и летал бы на частном самолете, да я бы никогда в жизни об этом бы не говорил. Ну, правда. Ну, зачем мне это все? Поэтому, ну, вот какая жизнь, вот так и живем, да. Надеюсь, что все улучшится и все. Кто-то писал потом, вот разбогатеешь, там, где-нибудь на Ибице, арендуешь отель, нам приедем тусоваться. Да с удовольствием, ребят, вот честно, вот как разбогатею, я сниму этот отель, я приглашу вас все, ну, не всех, только хороших приглашу, всех не буду. У меня тут на канале тоже есть хейтеры, не очень далекие люди. Их звать не буду, а хороших людей с удовольствием. Я вообще человек, который любит больше отдавать, чем получать. У меня так по жизни всегда складывалось. Я даю, но практически ничего взамен особо никогда не получаю, но я все время отдаю. И мне это нравится, понимаете, я от этого кайфую. Поэтому, ну, услышьте меня, все те, кто пытается там как-то написать, оправдаться, вот я бы хотел, но не могу. Все нормально, ребят, все нормально. Ну, хотелось бы, конечно, мне, чтобы цифра 100 приблизилась. Вот 25 спонсорских подписок не хватает, и будет соточка, и будет красиво. Я, конечно, на этом не остановлюсь, но это приятно. Все-таки, смотрите, от того, что я стал об этом напоминать людям, люди все-таки меня услышали. Да, возможно, не буду скрывать то, что я вот публично благодарю, это тоже кого-то там как-то промотивировало. И ничего в этом страшного нет, ребят. Так что всем я благодарен за вашу помощь. Насчет моего сна. Вроде он как стал лучше, но, по крайней мере, уже я засыпаю раньше, дольше сплю, и это меня радует. Я себя уже как-то лучше чувствую. То ли это магний так на меня подействовал, или это самовнушение, или мой организм уже настолько просто устал, он уже вымотан, что просто вот засыпаю, и все. Но это прекрасно в любом случае, поэтому уже как-то, знаете, хорошо. Не все так плохо. На выходные. На выходные у меня грандиозные планы. Я, значит, хочу смотаться в Лондон на шопинг, потом залететь, именно залететь в Париж, поесть круассанов, ну и по пути домой, когда буду возвращаться в Киев, еще буду лететь в Неаполь. Конечно же, на вкуснейшую пиццу, потому что именно в Неаполе самая вкусная пицца. Как вам мои планы? Наша жизнь, альфонсо олигарха, знаете ли, непростая. Столько денег нужно потратить. Я не успеваю, честное слово. Так что, не забывайте донатить, ребята, не забывайте, у меня такие выходные впереди, надо все оплатить, а я без вас никак. Но я надеюсь, что уточнять, что это была шутка, насчет того, что я куда-то лечу, не нужно, потому что иногда люди реально в буквальном смысле слова все воспринимают, реально думают, что я куда-то летаю. Но правда, нет. Увы, пока что нет. Нет у меня ничего этого, а по поводу альфонсо олигарх, это как бы сарказм, и я стебу сам себя, поэтому, как бы, ребят, ну, вы же меня давно уже смотрите, но вы же, надеюсь, понимаете, где чувство юмора у меня, где я шучу, а где я на полном серьезе говорю. Так что, все нормально. А вот насчет донатов я не шутил, но только по возможности. Всем добра, ребят. Кстати, может быть, я в воскресенье проведу стрим, а может быть, даже сегодня ночью ворвусь в эфир. А знаете почему? Потому что будет финал Евровидения, и будем сразу оценивать, наверное, всех. Дело в том, что воскресенье у меня выходной, как бы, да, выпуска не будет. А в понедельник сообщать о том, что уже кто-то там победил два дня назад, ну, как-то, не знаю. Ну, я, конечно, скажу, но уже все будут в курсе. Поэтому, наверное, логичнее и правильнее будет провести стрим прям вот ночью, с субботы на воскресенье. Там, конечно, голосование будет после 12, где-то, не знаю, там до двух часов ночи. Но что делать? Что делать? Ну, я это не обещаю, но, скорее всего, скорее всего, наверное, так и будет. Где-то к полуночи я ворвусь в ночной эфир. Будем с вами следить за голосованием на песенном конкурсе Евровидения, как это все пройдет и чем это все закончится. Ну, и, конечно, кто будет еще смотреть, пишите. У вас какие планы на выходные? Вы мне расскажите. А то я все себе, да, себе негодяй, вообще эгоистичный, нарцисс, просто ужас, пощечина мне, хляп-хляп. Все, я себе врезал, так что, ребят, вы расскажите, как у вас дела? Какие у вас планы? Как вы проводите вообще время? Огороды, сады уже зацвели, может, уже урожай первый есть у кого-то? Где вы вообще пропадаете? Иногда читаю комментарии, давно не была, давно не был. А где вас носят? Где вы ходите? Пожалуйста, напишите мне объяснительную, на почту пришлите, где вас носило по полгода, по году? Вы вообще нормальные? Как это вы себе такое позволяли? Я тут, значит, ежедневно сижу, глотку надрываю, а их полгода нет. Говорит, я полгода не была, вот пришла. Где вы были? Что вы делали? Рассказывайте. Мне очень интересно. Правда и искренне. Я читаю комментарии, по возможности всем отвечаю, но читаю. Я все читаю, практически все. Ну, я не могу, конечно, физически все уследить, поэтому так. Так что, вот так вот, ребят, вот такие вот планы. То есть, вы поняли никаких планов. Ночью стрим, а воскресенье снова работать по факту и выходных, как таковых особо и нет. Ну, так и живем. Какие времена, такая жизнь. Но в любом случае, все прекрасно. А всех, у кого сегодня день рождения, именины, я от всей души, от всего сердца, поздравляю с вашим прекрасным днем. И несмотря ни на что, я хочу, чтобы он прошел великолепно. Не только этот день, а вообще, каждая секунда, каждый миг вашей замечательной жизни, потому что она действительно ценно, важна и прекрасна, несмотря ни на что. Берегите себя, будьте все счастливы и здоровы. И помните, что мечтать нужно и побольше. И пусть все ваши мечты обязательно сбудутся. И всем нам с вами мирного неба над головой. И скорее всего, сегодня в полуночь, ну, где-то около этого, встретимся на стриме, будем обсуждать Евровидение, кому это интересно. До понедельника, для тех, кто не будет смотреть стрим, тогда говорю до понедельника. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok